Трудовой десант администрации города высадился субботним утром на Витязевскую косу. Сотрудники управления решили поддержать экологический субботник. Золотые пески освобождены от мусора, оставленного людьми, не умеющими ценить уникальное природное достояние. В дюнах очень грязно. Люди, которые здесь отдыхают, они просто за собой не убирают. Бутылки, салфетки – это просто грязь, которую каждый может за собой убрать, но не убирает. Волонтеры разбились на две группы. Получают перчатки и пакеты. Территория, которую необходимо убрать, почти 2000 квадратных метров. Мусор в основном бытовой. Въезд на Витязевскую косу открыт постоянно, поэтому любители пикников на автомобилях приезжают сюда круглосуточно. Причем, как показывает статистика, в основном это гости курорта. Многие говорят, особенно сейчас очень стало модно в интернете писать, вот у вас там грязные пляжи, у вас там грязное море. Ну, сами можете обратить внимание, что это пляжи и море грязное сделали не мы, не жители Анапы, а сделали наши гости. 90% людей нормальных к нам приезжает, а 10% все-таки еще надо повоспитывать. Вдоль дорог на подъезду к морю полностью засыпано все было мусором, поэтому было принято решение о проведении субботника «Зеленая Россия». Основные работы в рамках субботника также прошли на пляжах от Малого Утреша, Суко и до Высокого берега. Мусор собрали в мешки и вывезли с пляжей. В администрации города намерены такие акции сделать регулярными.